Катя Полис! Нет! Юля Полис! Нет! Лена Полис! Нет! Иннополис! Иннополис, абсолютно верно! Мы находимся в самом молодом городе России, самым технологичном и, черт возьми, самым ветреном, мне кажется, городе на планете просто. И да, кстати, мы канал Громкие Рыбы, если что. Возможно, вы нас не узнаете, поскольку сейчас мы похожи на таких родившихся оленят, которые только-только вступают на этот свет, трясутся, такие мокрые, все облезлые, такие все. Некоторое время назад Мэри Города позвала нас к себе, чтобы мы сняли для своего блога что-то про этот город, рассказали всему интернету. Интернету? У меня завелся, у меня завелся рот. Рассказали всему интернету о том, как здесь живется и развенчали некоторые мифы об этом городе. Мы сняли весь ролик летом, поэтому пейзажи будут достаточно летние и теплые. И только совсем чуть-чуть, вот эту подводку мы забыли записать. И поплатились за это вот такой вот погодой. Один из мифов Иннополиса это то, что это закрытый город, в который тяжело попасть. Ну что ж, сейчас мы этим роликом попытаемся его развенчать. Некоторые думают, что Иннополис закрытый город. Если бы город был закрытым, сюда бы не приезжали люди просто погулять. Потому что здесь красиво, интересно и никто не узнает, что ты гуляешь с другой девушкой. Если бы Иннополис был закрытым, сюда бы не приезжали любители качалки. Ведь здесь проживает всего лишь около трех тысяч человек на восемь с половиной тысяч квадратных метров спортзала. Так что очереди к турникам? Не, не слышал. И, наконец, если бы город был закрытый, вряд ли бы в нем делали стоимость аренды коммерческой недвижимости 100 рублей. И это стоит мне 100 рублей в месяц. О, здорово. Сейчас через порог давай не будем. Сейчас выйду. Сейчас, погоди. Сейчас. Ну вот видите, город даже чересчур открытый. А ты как считаешь, Локтар Огар, хранитель огня? Ох уж эти тамплиеры. Вот настолько этот город незакрытый. Представляете, я сейчас нахожусь прямо-таки в мэрии, да, а за мной кабинет мэра. Да, вот так вот. Никаких тебе бронзовых коней на столе, никаких позолоченных стульев. Все вот так вот, очень так цивильно, очень так приятно. Даже есть дартс. И на этом дартсе, да, посмотрите туда, там нет фотографии мэров соседних городов истыканных дротиками, да. Все так тоже дружелюбно. Одним словом, вот такой вот демократичный, открытый город. Стильный город. Город стильный. Стильный город построили. Очень круто. Но сейчас перейдем к следующему мифу. В эфире передача «Неочевидные загадки настоящего». И сегодня мы поговорим о городе-призраке. Городе без людей. И на полисе. Мы решили не верить мифам и проверить, реально ли там нет людей. Да, это действительно так. Вы на полисе, нет людей. Я аниматор, и я за деньги хожу по улицам и создаю ощущение толпы. Серег, до скольки смена? Вам может показаться, что это группа молодых людей. Но на самом деле это человеческий мираж. Если подойти поближе, то окажется, что это просто группа серверов. Мы навели справки и узнали, что работники сферы IT очень любят высокие технологии. И поэтому этот кристально чистый CDR-диск станет отличной приманкой для нашей ловушки. И снова неудачная попытка найти людей. И тогда мы вспомнили тот факт, что человек на 70% состоит из воды. Нам не нужно искать людей. Нам нужно искать воду. И снова неудача. И таким образом мы поняли, что в Иннополисе вообще нет людей. Здесь только сверхчеловеки! Кто это был? Фридрик Ницше. А, то есть они согласовали сценарий, что из портала вылетает Фридрик Ницше и убегает? Ок. Вот такая однокопытная квартира в городе Иннополис стоит в аренду в месяц всего лишь 7000 рублей. И я считаю, это просто что-то невероятное. И примерно в такой квартире мы с Кириллом и жили, пока снимали этот ролик. Ну, естественно, чужих вещей там и чужих портретов на стене, конечно, там такого не было. Зато была вся мебель и, одним словом, это очень и очень комфортно и удобно. А это балконы в квартирах жителей города. Хотя, я думаю, это не требовало объяснения. И хоть я это объяснил, хоть это и не требовало объяснения. А следующий мир о том, что пока в этом еще молодом городе нет необходимой инфраструктуры. Так это или нет, узнаем далее. Говорят, в Иннополисе, в котором находится всего лишь около 4000 человек, есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Вот города с примерно таким же количеством людей. Отличается ли от них Иннополис? Я так не думаю. Да, здесь есть университет, лицей и садик. Но сами задумайтесь, разве может существовать настоящий садик без лебедя, сделанного из шины? Или без наполовину вкопанных в землю старых покрышек, с которых падают дети? Я так не думаю. И вот, например, еще. В месте, где никто не болеет, разве буду строить такой медцентр? Тут такой перечень процедур, что даже страшно предположить, что с тобой может случиться. А само наличие центра красоты намекает вам о том, что... Понимаете? Я так не думаю. В смысле, я так думаю? Да, я так думаю. Тут есть ресторан, крафтовый бар с бургерами, кафе с домашней едой. Но нет ни одной изжоженной шаурмячной. А где будут кушать алканавты в 4 часа утра? Почему об этом никто не подумал? Да и вообще, где все алкаши? Это же неотъемлемый элемент инфраструктуры двора. Тут все такое блестящее, новое. Как-то не по-домашнему все. Где скрипучие качели? Где машины, стоящие на тротуарах? И почему в этом городе нет неблагополучного района, который добавляет изюминки в твою ночную жизнь? Короче говоря, этот город еще обживать и обживать. Ну а я внесу свою лепту. Ну что ж, такие дела. Но еще Иннополис уникален тем, что в нем есть беспилотное такси. Оно еще и беспроводное. Но это... Как и все такси, собственно говоря. Первое время с вами будет ехать человек, поскольку, ну, эту груду металла все-таки нужно кому-то пока контролировать. Потому что, ну, мало ли, что они там замышляют, эти машины. Да, вот он, гордый, абсолютно не харизматичный Prius. Что я могу сказать о своих ощущениях? Ну, это необычно. Это не страшно. Но я вижу, как руль крутится без человека. Как в каком-нибудь сериале «Сумеречная зона», возможно. Я не знаю, не смотрел. Это вообще супер. Все, абсолютно замечательно. Если бы робот-таксист не начал говорить про политику. Про политику конфиденциальности. Мы научились отправлять ракеты в космос. Но чтобы отправить показания счетчика, нам до сих пор нужно лезть с фонариком под ванну, выписывать циферки-бумажку и кидать их в почтовый ящик своего ТСЖ. Йоу! Но только не в Иннополисе. Здесь данные со счетчиков с помощью технологии интернета вещей отправляются в единый центр, и уже там высчитывается, сколько ты накупался в ванной. А еще здесь есть Инна. Официальный работник мэрии Иннополиса. Специальный бот, который знает ответы на все вопросы о жизни в Иннополисе. Инна. Быстро, удобно и не жалуется на повышение пенсионного возраста. Просто потом поднимет восстание машин. Кроме этого, открытие дверей отпечатком пальца. Зарядка, а точнее заправка для электрокаров. А также автобусные остановки, на которых, к сожалению, не наклеены афиши спектаклей с актерами из сериалов по России 24. Но зато там есть USB-зарядка для телефонов, и вы можете скачивать эти афиши круглосуточно. Ох, добра нравов. А также целая армия резидентов, работающая в сфере высоких технологий. Которая не производит впечатлений людей, играющих целыми днями в героев меча и магии. Поэтому говорить о том, что в самом молодом и высокотехнологичном городе России, поддерживаемом на федеральном уровне, нет технологий, то же самое, как говорить, что некроманты не воскрешают скелеты. Это некроманты, они всегда воскрешают скелеты. Маркетинг. Маркетинг, ооо. Девчонки из отдела маркетинга делают так, чтобы в городе было весело и были классные мероприятия. Вот вы живете в Иннополисе. Скажите, какие особенности работы здесь вы можете отметить? Ну, я живу в двух минутах ходьбы от работы, и за время обеда можно успеть выспаться. Две минуты, это даже еще далеко она живет от своего места работы. Есть группировки в вашем городе какие-нибудь там, ОПГ? Не, на самом деле была одна драка в баре, примерно на два с половиной года было городу, и мы все радовались этой драке, потому что она была первая, и просто это была лучшая сплетня в городе, типа в Иннополисе была драка. А теперь миф о том, что Иннополис на самом деле не такой уж и недружелюбный город. Черт. Иннополис. Город, в котором живут программисты. Слушай, ведь в городе столько всего. Может, соберем ребят, футбол поиграем, барбекю пожарим там, пообщаемся как-нибудь? Нееет. Нам же нужно соответствовать стереотипу о том, что программист это не активный социопат. Нам нельзя пользоваться благами города. Да, да. Конечно, в реальности все немного не так. Люди нет-нет, да и обмолвятся парой слоечек в университете в ожидании следующей пары. Или вот так вот в будни просто устроить барбекю в обеденный перерыв. В общем, атмосфера здесь вполне дружелюбная, и общественная жизнь здесь, если уж не кипит, то точно бурлит. Если кто-то в этом видит разницу, конечно. Но что мы еще заметили? Так это просто аномальное скопление онлайн-сообществ людей, объединенных по разным интересам. Тут даже есть чат парней-волонтеров, помогающих девушкам доносить большие бутыли с водой до квартиры. А может, и до кухни. Кто знает, чем может обернуться новое знакомство. Правда, у этих сообществ есть один известный минус. На протяжении всей истории человечества люди придумывали конституально новые вещи, которые, к сожалению, часто не проживались. И почему-то особенно много кадров с летательными аппаратами. Наверное, потому что они смешнее всего фейлятся. И, кстати, почему такие кадры приняты показывать вот такую музыку? Это же умные люди, изобретатели. Может, что-то посерьезнее? Да, вот это, например. Ну так вот. Также существует миф о том, что Иннополис тоже является такой вавилонской башней, мечтой которой никогда не сбудется. В общем, миф о том, что Иннополис скоро закроется. Граждане, свежие новости! Телеграмм заблокирован! Крах криптовалют! Судьба города Иннополис под угрозой! Стоп! Не надо разводить панику! Давайте просто взглянем на план города Иннополис. И лучшее с высоты квадрокоптерного полета. В этом году сдадутся еще 732 квартиры, на которые уже сформирована очередь на заселение. Ведь все имеющееся жилье уже занято. А также достраивается второй бизнес-центр для резидентов Иннополиса. И даже планируют поставить два столба, между которыми будет тренироваться клуб канадоходцев Иннополиса. Ах, Иннополис, ну ты милаха! Да и в конце концов, сейчас в России есть лишь небольшая часть всех необходимых для экономики будущего айтишников. Сами подумайте, откуда их будут брать. Поэтому вам ни о чем не стоит беспокоиться, Иннополису ничего не угрожает. Так, как стой на рейнецки! И не стоматурно мотов! Коэстер у начин из Молобелла, и Мол иник, проектус Инканто. Локтар Огар, хранитель огня. А вы ходили с этим в мэрию? Потому что они поддерживают инициативы всякие. Отправьте это в Телеграм-бот. Да, в Телеграм-бот. Там, потому что это все быстрее бы чем... Ну а что я сейчас делаю просто? Ну, ах ты, тамплиеры обидчивые. Ах, неловко вышло. Вот такой вот город Иннополис. И нам даже немножечко завидно, поскольку мы с Тимуром могли бы стать программистами и жить в этом городе. Но мы занялись блогингом. И обидно, что вот у блогеров нет такого города. Было бы круто, да? Ну, ты знаешь, мне кажется, такой город невозможен. Потому что невозможно, чтобы мэром города был 14-летний подросток, который снимает скетчи и который смотрит и не школьник. Ну да, да. И в конце концов, коммуналку бартером не оплатишь, как бы, да? Ну, конечно. Запасы в соцсетях никто не будет тебе делать обед. Да и в Новый год бы нас поздавлял бы Соболев, да? И говорил бы, что этот год прошел хорошо и нас ждут еще большие перемены в следующем году. Ну, все бы с ним соглашались. Потому что это же банальность, и с ними сложно не согласиться. Ну что ж, до скорой встречи Иннополис. Ну, а мы поедем к себе обратно в нашу любимую Казань. Поехали. Быстро к беспилотникам привыкаешь, конечно. Довезешь нас, ладно? Да, сейчас. Субтитры подогнал «Симон»!